Признание в любви. Сотрудники городских предприятий готовятся ко второму этапу конкурса «Битва хоров». Отмечу, он состоится 7 ноября во Дворце культуры «Октябрь». По условиям музыкального состязания участники должны спеть патриотические песни о Ямале и Новом Уренгое. Коллектив компании «Новотек» представит на суд зрителей две композиции, написанные специально к конкурсу. Их автором является солист хора Владимир Восковых. Подробности далее. В ноябре песня «Ямальская история» впервые прозвучит для широкой публики. А пока участники хора компании «Новотек» вместе с хормейстром учатся попадать ноты и правильно расставлять акценты. Порой репетиции занимают несколько часов, но никто не жалуется. У них общая цель – достойно выступить. Мы стараемся и вокалом занимаемся, и дыханием, и ритмическим рисунком. Работаем много, работаем много. Очень хорошо, что второй тур, весь тот же состав. Никто не ушел, даже новенькие появились. Они с удовольствием принимают в этом участие. Важная роль у солиста хора. И не только потому, что сложные партии исполняет именно он. Владимир Восковых является автором песен. Примеры состоятся в конкурсный день. Свои творения он постарался вложить душу и ждет в будущем ответной реакции от зрителей. Я в этом городе очень давно живу. Я, наверное, понимаю, что если находиться в другом месте где-то и писать о том, о чем ты не видел и не знаешь, очень трудно. Я думаю, что песни эти, когда они прозвучат здесь, многие люди что-то свое почувствуют, что-то вспомнят. Может быть, в сердцах у кого-то что-то останется. Участники хора осознают ответственность. От их исполнения зависит не только результат конкурса, но и во многом дальнейшая судьба песен. Каждый выкладывается по максимуму. 40 дней мы по всей земле звучим. Каждый дом тепло даем. Сквозь метели голода. Творческий коллектив отмечает, участвовать в этом туре битвы хоров двойне приятно. Признаваться в чувствах любимому городу они не устанут никогда. Аминат Дышекова, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс». Аминат Дышекова, Антон Берестянский.